Павлодар Субтитры сделал DimaTorzok И вот спустя ровно 50 лет я еду туда Еду в свое детство с диким волнением И понимаю, что детские впечатления и воспоминания Могут не срезонировать с тем, что я сейчас ожидаю В школу нас с сестрой каждое утро отвозила отцовская командирская машина За рулем которой сидел молодой солдатик Миша Ехать было около получаса через поля, луга и сады Помнится, весь класс писал диктант И я единственный, кто написал букву Е в слове петух Остальные почему-то написали через И Однажды наша молодая учительница Раиса Ивановна Показывая карту Советского Союза Перепутала названия всех трех прибалтийских столиц А я и знал И нет бы мне дураку промолчать Но я поднял руку и сказал что-то типа Простите, но вы неверно назвали столицы Латвии, Литвы и Эстонии И назвал таки все три маленький кретин Обычных пионеры принимали в конце начальной школы По окончании третьего класса Но меня приняли в конце второго В порядке исключения за хорошую учебу Помню, как я светился счастьем И помню, как на следующий день После уроков меня подкараулили Трое одноклассников Два здоровых пацана держали меня за руки А девочка Тамара била ногой в живот Приговаривая, ты самый умный что ли Это была месть за все вышеописанное Замешанное, видимо, на зависти Но удивительно, что мне было и не больно И не обидно вообще Наверное, уже тогда зарождался иммунитет Против некоторых людских порогов Рядом со школой, в киоске Суспечати Продавались леденцы в упаковке туби Типа как эти Только не мятные, а просто сладкая карамель Как сейчас помню, стоили эти леденцы 6 копеек И были необычайно вкусны В школе меня встретили поначалу настороженно Но потом потеплели и даже собрали несколько старшеклассников И попросили меня с ними сфотографироваться Наверное, для инстаграма И еще мороженое Мороженое было доступно нам один раз в неделю по выходным Когда офицерские жены вместе с детьми Садились в грузовую машину и ехали в Джамбул на рынок Там же и покупалось обычное простое мороженое Пламбир в стаканчиках Этого дня мы, дети, ждали с вожделением каждую неделю И вот, наконец, я возле своего дома К сожалению, теперь проход для чужих закрыт На въезде в военный городок стоит КПП И никакие мои увещевания о том, что я приехал повидать места своего детства Никакие восклицания про 50 лет и тысячи километров Никакие рассказы про отца, командира той части за холмом Не имели успеха Солдатик, плохо понимающий по-русски, был непреклонен Хотя он даже куда-то звонил по рации Но потом сказал, что все-таки нельзя, и даже снимать нельзя Поэтому остался только вид с гугл-карты Два домика, смотрящих подъездами друг на друга И, наконец, в городе, прямо рядом с гостиницей на улице Росли деревья тутовника, красного и белого И он как раз поспел В наших краях тутовник не растет И много лет мне хотелось тутошку, как мы называли его тогда Описать ощущения почти невозможно Сквозь слезы счастья это был вкус детства Тот самый, не забытый за 50 лет Когда я стоял недалеко от своего дома В котором мы с родителями и сестрой прожили всего год То ощутил незнакомое чувство Как будто не было всей этой взрослой жизни Ее как рукой смахнуло И ты снова тот 9-летний мальчуган Играющий с мамиными цыплятами Удивленно наблюдающий за ласточкиным гнездом С птенцами прямо в подъезде Удирающий вместе с друзьями от сторожев В колхозном яблоневом саду И ждущий воскресенье Когда ты поедешь в кузове огромного грузового автомобиля За мороженым Субтитры создавал DimaTorzok